Здравствуйте! В эфире новости губернии. В студии Олег Зверев и в начале выпуска коротко о главных темах этого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортсмены, артисты, писатели и не только. В регионе готовятся принять самую пламенную эстафету, как тренируются и чего ждут от Сочинской Олимпиады. Специальный репортаж из цикла «Факелоносцы». Еще 14 иностранных инвесторов готовы вложиться в производство на территории Самарской области. На этот раз желание сотрудничать выразили предприниматели из Финляндии. С делегацией из этой европейской страны сегодня встретился губернатор. Достигнуты первые договоренности с компанией, производящей энергосберегающее оборудование. С чем еще финская компания приедет в Самарский регион, расскажет Нина Ванина. Обмен сувенирами, дипломатическая традиция и сразу за стол переговоров. Финляндия, широко известная в мире как производитель сельхозтехники, сегодня преуспела и в инновационном производстве. С ним предлагают дипломаты и бизнесмены, готовые зайти на самарский рынок. Направление чистых технологий, направление экологически безопасного производства, что в последнее время стало настоящим брендом в Финляндии. Все компании применяют свои усилия и ноу-хау. И, наверное, очень близко к чистым технологиям находится еще одно направление нашего бизнеса. Это энергоэффективность. Наверное, здесь было бы также интересно прорабатывать варианты сотрудничества. Финны не скрывают. Перспективы в Самаре им открывает чемпионат мира 2018. Но до и после него бизнесменам из Северной Европы есть смысл вкладываться в развитие региона. Инвестиционная привлекательность доказана. Десятки иностранных компаний уже строятся на площадках области. Итальятинский технопарк не единственный из них. Финских инвестиций пока мало. И мы бы тоже могли представить и наши планы, и документы, и условия создать соответствующие. Для того, чтобы финский бизнес активнее мог здесь работать. И в особой экономической зоне в Тольятти. И здесь мы сейчас создаем один, потом второй промпарок. Условия, как и для всех иностранных инвесторов, особые. Налоговые льготы и субсидии из областного бюджета на строительство инфраструктуры. Одной из компаний, производящих энергосберегающее электрооборудование, глава региона уже предложил рассмотреть варианты размещения своего филиала у нас. Символичная ленточка, как знак уже устоявшихся взаимоотношений между Самарой и Финляндией. Делегаты открыли в областной столице визовый центр. Теперь, чтобы получить разрешение на въезд в Финскую республику, необязательно ехать в Москву или Петербург. Причем документы можно подать на визу любой страны Шенгена. Нина Ванина, Алексей Вельмейский, Олег Айдаров. Новости губернии. Выполнили меньше, чем наполовину. На очередном заседании областного кабинета министров обсуждали исполнение плана мероприятий по реализации посланий губернатора Самарской области. Программы действий предусмотрены в выполнении задач практически во всех сферах. Повышение эффективности управляемости экономики, развитие жилищного строительства и ЖКХ, дорожной и транспортной инфраструктуры, АПК, экология и туризм, повышение эффективности работы власти на местах. Среди позитивных моментов отмечают сокращение очередности в детсады, увеличение зарплат бюджетников, рост сельхозпроизводства, модернизации в сфере энергетики, а также интерес инвесторов к региону. Замечания тоже есть. Они касаются, например, ремонта дорог. Пока показатель исполнения посланий на уровне 42%. Но до конца этого года все успеют, заверили руководители профильных министерств и ведомств. Давайте себе тоже поручение запишем, провести еще раз, посмотреть анализ тех неисполняемых, пока в настоящий момент поручений принятых решений, и сделать по ним подробный такой разборку, чтобы мы понимали, в чем причина, что нужно сделать, чтобы они исполнились. Если причина объективно с бюджетом связана, где-то с тем недосбором доходной части, это одно, если это организационная часть, это не другое. Поэтому давайте оба этих мероприятий проведем в течение 10 дней. В послании губернатора отдельной строкой говорится и о восстановлении в Тольятти лесной зоны. Территория пострадала в страшную засуху 2010 года, когда сгорели деревья на площади полторы тысячи гектаров. В этом году работы по высадке новых насаждений велись ударными темпами. Ирина Трофимова о том, каким именно будет новый лес в Автограде. С момента пожара здесь, в лесной зоне Тольятти, прошло уже больше трех лет. Все это время велись работы по высадке новых саженцев взамен сгоревшим деревьям. Вот эти, например, оказались здесь в 2010 году и местами достигают уже метра в высоту. Всего в 10 минутах езды отсюда еще только высаживают двугодовалые саженцы. Чтобы они превратились в маленькие деревья, пройдет не меньше двух-трех лет. А вот чтобы новый лес давал столько же кислорода, сколько старый, не меньше 50. Сосны, клёны, ясени и березы взамен натуральному искусственно создадут смешанный лес. Это позволит снизить класс пожароопасности. В соснах слишком много смолы, тушить их куда сложнее. Программа принята для того, чтобы создать парковую зону, не лес, который должен под руку идти через определенное время. Это парковая зона для отдыха, для граждан, для населения. Занимаются воспроизводством зеленой зоны, а также укрепляют техническую базу в рамках реализации послания губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Технику и оборудование в этом году обновили в среднем на 30-40%. За ближайшие 10 лет это первая столь масштабная акция. Закупили новые тракторы, сейлки, сушилки. Общей стоимостью в 63 миллиона рублей. В два раза больше появится лесничих. Мы приняли программу развития лесного хозяйства, подготовили. Я думаю, ближайшим будущим правительством будет программа принята, где предусмотрено ежегодное восстановление. Это не менее 200 гектар леса, Тольятинского леса. И эта работа, я думаю, минимум три года еще будет продолжаться. Всего же только в Тольятти в 2013 году восстановили 600 гектаров леса. Теперь, говорят специалисты, все зависит уже не только от них. Они надеются, горожане, наученные горьким опытом, будут относиться бережнее к зеленой зоне. Ирина Трофимова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Вспомнили прошлое, обозначили планы на будущее, обменялись мнениями по поводу дальнейшей работы. Губернатор Николай Меркушкин встретился с фракцией коммунистов Самарской губернской думы. Глава региона и представители депутатского корпуса обсудили вопросы социально-экономического развития и взаимодействия исполнительной власти и парламента. Кроме того, представители КПРФ выступили с рядом инициатив по решению существующих в области проблем. Николай Меркушкин отметил, что предложение учтут. Один день с участковым. Такая акция прошла в области в преддверии юбилея. 17 ноября исполняется 90 лет со дня утверждения в РСФСР инструкции участковому надзирателю. Наблюдать за работой современных участковых уполномоченных полиции могли все желающие. В Тольятти таких набралось 15. К любопытным присоединилась и Ирина Грумеза. Здравствуйте. Меня зовут Руслан. Сегодня мы с вами проведем день. Прошу. Спасибо. Руслан Лец с детства мечтает работать в полиции. Сейчас выпускник юридического факультета выбирает, какую форму носить. Не исключено, что именно участкового. Висят молодого человека с майором полиции Эльдаром Латыповым, прерывают дела службы. В отделение доставляет, мягко говоря, нетрезвого мужчину. Он разгуливал по улицам, размахивает травматическим оружием. Установили хозяина, он заявил, что якобы у него украли. Вернее, он утерял этот пистолет. Сейчас будем вызывать хозяина пистолета и с данным гражданином, когда только, сами поймите его, состояние, когда отрезвеется. Нарушителя, который отказывается назвать себя, участковый узнает в лицо. Мужчин 1980 года рождения в прошлом судим. Оформив необходимые документы, Эльдар и Руслан отправляются на привычный для участкового обход проблемных квартир. Здесь живет наркоманка, которая превратила квартиру в притон. Ее дома не оказывается. По словам сожительницы, увезли судебные приставы. В комнате тошнотворно пахнет. Налицо следы изготовления наркотических препаратов. А здесь обитает мужчина с так называемым синдромом Плюшкина. Его квартира – это склад вещей, которые хозяин собирает на улице. Как говорится, без комментариев. Сейчас здесь еще прибрано, поясняет Эльдар. Было больше. На балкон нельзя было пройти. Просто нельзя было пройти. И как долго это продолжается? Это долго, наверное, в течение... Сколько это, Николай Константинович? Три года уже собираешь это все? Да. После смерти жены? В комнаты кишат насекомыми, которые переползают в соседние квартиры. Воздух в подъезде смрадный даже зимой. А летом вонь становится невыносимой. Выселить пенсионера из его квартиры по закону нельзя. Эльдар добивается, чтобы мужчину хотя бы поставили на учет в психдиспансере. Таких проблемных адресов у участкового не один десяток. Каждый день он имеет дело с ранее судимыми, трудными подростками, алкоголиками и наркоманами. Каждому нужен свой подход. Руслана Увиденное впечатлила. Говорит, получил полный спектр эмоций. И положительных, и отрицательных. Убазь на его месте было бы полезно каждому, уверен он. Для будущих сотрудников полиции это хороший опыт, хорошая практика, можно сказать, хорошее познание. А для простых людей, чтобы знали, что работа полиции действительно требует труда, требует настойчивости, усилия, терпения. Ирина Грумезова, Рискислицы, Новости губернии, Тольятти. Самарский агропром по итогам года стал лидером в Поволжье и по многим направлениям. Итоги подводили на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства. В первую очередь большой успех в производстве молока, картофеля и урожая зерновых. Лучшие представители отрасли получили награды от губернатора. Репортаж Сергея Павлова. В этот день не принято обсуждать проблемы и острые вопросы. Больше говорят об успехах. Выполнена одна из самых важных задач, которую поставил перед областным АПК губернатор. Собрано более полутора миллионов тонн зерна. И это несмотря на очередную засуху и проливные дожди во время уборки. Помогли технологии. Самое главное, это Божья помощь всегда была вовремя дожди. Мы, я думаю, что задача для хозяйства, чтобы в следующий год не остановиться таким результатом, еще выше достичь. Высоких результатов достигли и самарские картофелеводы. 28 тонн второго хлеба с гектара. Эта средняя урожайность стала лучшим результатом в Поволжье и третьим в России. И по молоку. В Самарской области сейчас самые высокие темпы роста производства в Поволжье. Идет увеличение поголовья скота, хотя в общем по стране показатели этой отрасли падают. В ближайшие три года в области построят 10 крупных молочных комплексов. В районах уже начались строительные работы и монтаж оборудования. Предполагается за то же время создать 100 высокотехнологичных молочных ферм с небольшим, но продуктивным поголовьем. И большие, и малые проекты без господдержки не оставят. Это касается и птицеводства. В регионе началось создание так называемого птичьего треугольника. Комплекс будет состоять из возрожденных Подбельской и Кротовской птицефабрик и нового объекта в Сергиевском районе. Главное – технологии и кадры. От их подготовки, по словам Николая Меркушкина, будет зависеть благополучие и конкурентоспособность области. Для того, чтобы нам в том числе и ресторанность была, и рентабельность была, конечно, нужны освоить самые современные технологии. И в этом смысле нам предстоит, еще раз хочу сказать, большая работа. Но я считаю, мы на правильные пути. У нас много очень таких хозяйственников. Лучшим хозяйственникам по традиции губернатор вручил награды. Более 10 человек получили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области». Еще двое удостоились самых высоких наград. Знака трудовой славы и звание «Заслуженного работника сельскохозяйственной отрасли России». Сергей Павлов, Вячеслав Потовский. Новости губернии. В Самаре установят памятник, который может стать таким же популярным, как скульптура Юрия Деточкина или товарища Сухова. В центре областной столицы появится бравый солдат Швейк. Его в бронзе установят к 130-летию со дня рождения Ярослава Гашика. Идея написать книгу о похождениях простодушного Швейка появилась у писателя именно в Самаре в 1918 году. Татьяна Пудова посетила мастерскую скульпторов. Бронзовый солдат Швейк пока в мастерской. Фигуру отливали в Ижевске. В Самаре просто нет литейных цехов, где взялись бы за такую работу. На глазах нашей съемочной группы скульптор наносит последние штрихи. Тонирует композицию. Объясняет, чтобы к ней приятно было прикасаться. Работа над скульптурой длилась несколько месяцев. Отец и сын Александр и Николай Куклевы, а также Кристина Цибер подготовили десятки эскизов. Сначала предлагали усадить Швейка на скамейку, но остановились на этом. Такой вот папинный стис был. Мы его трансформировали, усреднили под свой. Потому что три автора лепил одновременно. Поэтому маленький отличается, но суть та же. Это самый любимый у скульпторов фрагмент из книги Гашика, когда военная инспекция застала героя. Он курил у Чана с перикселином, вещество огромной разрушительной силы. Как известно, на гражданке Швейк продавал собак, поэтому рядом установит бронзового пса. Кристина Цибер лепила его со своего домашнего Миттельшнауцера. На мой взгляд, собака является таким милым элементом в этой композиции. И должна, может быть, и детей как-то привлекать. Потому что дети, может быть, не до конца осознают, зачем такой пухлый дядька тут сидит, тропку курит. А нужно же для всех жителей города вещи делать. Эта скульптурная композиция пополнит галерею образов, открытых за последнее время в Самаре. К Юрию Деточкину, Буратино, даме с ракеткой и товарищу Сухову уже в эту пятницу присоединится бравый солдат Швейк. На пресечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Татьяна Пудова, Александр Дмитриев, Новости губерния. У футбольного клуба «Крылья Советов» появился спонсор. Им стала местная девелоперская группа компаний «Виктор и Ко». Правительство Самарской области и бизнес-структура достигли соглашения об оказании финансовой помощи. В рамках сотрудничества «Крылья Советов» получат 40 миллионов рублей. В свою очередь, компания разместила свои логотипы на сайте клуба и стадионе «Металлург». Уточню, что сейчас основная часть расходов по содержанию «Крылья Советов» покрывается за счет областного бюджета. И вот как эту новость прокомментировал на официальном сайте правительства региона министр спорта Дмитрий Шляхтин. «Уверен, в перспективе у «Крыльев» появятся новые партнеры. Кроме того, губернатор Николай Меркушкин продолжает вести работу по поиску «Крыльям Советов» генерального спонсора». Маршрут эстафеты Олимпийского огня по Самарской области станет известен на следующей неделе. Сформирован список людей, которым доверили ответственную миссию. Их 360 человек. Одним из тех, кто пронесет символ игр в Сочи по улицам областной столицы, выбран человек, далекий от спорта. Но именно он, писатель Александр Громов, кажется, лучше остальных понимает объединяющие значения эстафеты. «Не буду тренироваться, сам бегу. Я всегда готов. Вот, можете сниматься. Так я понесу. Радостно, доволен. Несу улыбкой обязательно, потому что это радость». Самарского писателя Александра Громова со спортом вообще, и в частности с Олимпийской эстафетой, вряд ли многое связывает. Разве что большая ответственность миссии, как у героя одного из его рассказов. «Но и он не был главным, а лишь видимой частью невидимой силы, вовлекающей всех в общий поток. Надо просто слиться с этой силой, стать ее частичкой». Лауреат губернской премии в области литературы и искусства Александр Громов сейчас в привычной для себя обстановке. На рабочем месте он возглавляет областную писательскую организацию с 2005 года. В списке самарских факелоносцев оказался по предложению Министерства культуры. «Раз ты попал в это редкое число людей, небольшое число людей, значит, все-таки твой труд замечен, что ты не зря трудишься. В одном случае, какая получилась для меня радость еще. Мы видим сами, какие люди известные и великие несут этот факел, то, что было по Москве в Питере. Сейчас попасть в число этих людей, конечно, это знаковое событие». Коллега по писательскому цеху Максим Пономарев признается, сам бы хотел побыть героем-факелоносцем. Но кандидатуру Громова считает более подходящей для такой роли. «Вот именно в деле литературы, в деле продвижения молодежи, любви к искусству, он значимый человек. Он очень много делает для города в этом плане». И все ждали чего-то нового и хорошего. А как здорово было пройти по небольшой площади, где на маленькой трибуне стояли начальники и тоже в ответ весело махали руками. И видно было, что и они ждут нового и хорошего. И вот это ожидание неизбежно хорошего, что должно непременно случиться, объединяло людей. Православный писатель Александр Громов, конечно, далек от спорта, но уверен, что Олимпиада для России – событие не просто историческое, но и объединяющее. «Даже не сама еще Олимпиада, а уже преддверие, этот Олимпийский огонь, он как раз такой символ собирания всей России, то, что он сейчас пройдет по всей нашей земле, что его принесут тысячи людей к нему прикоснуться. И это именно, вот, есть некое ощущение большой, огромной Родины, которую мы принадлежим, держать». Александр Громов и еще 360 вакелоносцев пронесут факел Олимпиады по городам Самарской области. Встречать символ белых игр в Сочи регион будет 24 декабря. Татьяна Дрожевкина, Ирина Трофимова и Александр Каракулько. Новости губернии. У меня все к этому часу. Увидимся завтра. До свидания. Генеральный партнер прогноза погоды – Самарский государственный цирк. Свинокомплекс Алексеевский, компания «Юбилейный» воспроизводит свежее парное мясо, мясные деликатесы, полуфабрикаты, экологически чистая, доступная по цене продукция. Мясные продукты отменного качества. Погоду на Средней Волге по-прежнему формируют антициклон с центром над югом Украины, поэтому в регионе пока еще комфортно. Синоптики обещают переменную облачности без существенных осадков. Ветер южный – 7-12 метров в секунду. Ночью от нуля до пяти тепла, днем – 5-10 градусов выше нуля. На севере и западе Самарской области – плюс 6-8. В восточной и южной части региона – около 7 тепла. В Самаре ночью – плюс 3 и небольшой дождь. Днем в Самаре-Тольятти – 4-8 тепла. Перемена облачности – слабый южный ветер. Спешите увидеть знаменитые цирковые династии. Большой Московский цирк зверей. Грандиозное срелище. Леопарды на свободе. Медведи-акробаты. Обезьяны-наездники. Шоу аргентинских попугаев. Головокружительные трюки. Фантастические превращения. Сожигательные искрометные клоуны. И многое другое. Большой Московский цирк зверей. Редактор субтитров А.Семкин